привет друзья я максим батарев каждый день на протяжении всей своей жизни мы с вами учимся и нет способа проще и интереснее чем учиться на истории и пример сегодня поговорим о клиентах которых я называю не да не нетами о том как правильно с такими людьми работать вы знаете прекрасно что есть такие люди которые в силу разных обстоятельств не могут принять решение может быть этот человек не уверен в себе может быть он ждет что кто-то за него примет решение это вообще характерно для нашей страны может быть он бесконечно пытается взвесить все за и против ждет какого-нибудь особенного момента когда решение уже ему не надо будет самому принимать гороскоп ну в общем есть такие люди это в продажах самые тяжелые клиенты когда я был директором по продажам то больше всего не любил именно таких клиентов я не любил когда мои дорогие продаваны накапливали все такие клиентские базы не да не нетов и сидели страдали вместе с ними с этими клиентами которые не умеют принимать решения и вроде бы смотришь на продавца да есть у него 50 потенциальных пользователей наших вроде бы он работает а продаж нет и знаете друзья клиент здесь ни при чем потому что клиенты они всегда хорошие они становятся не да не нетами только в том случае если продаван позволяет им это сделать сам поэтому нужно взять вот эту базу 50 клиентов и добиться решения от каждого из наших клиентов если клиент откажется от потенциального сотрудничества это тоже хорошо это по крайней мере решение мы будем знать что нам дальше делать с нашей клиентской базы потому что отрицательный результат это тоже результат это гораздо лучше чем отсутствие показателей но я согласен для многих продаванов это очень удобно накапливаешь себе значит клиентской базе таких ни да ни нетов сидишь создаешь имитацию бурной деятельности вроде бы все работает и устаешь на работе даже постоянно чем-то занят но к сожалению результата нет продаж нет и это не устраивает в первую очередь руководителей интересно что огромную роль формирования базы ни да ни нетов имеют играют именно личности руководителей руководителя отделов продаж я их называю ропы так вот некоторых ропов вполне устраивает когда выходили создается имитация бурной деятельности к сожалению значит моя история однажды одного из моих ропов возникла подобная ситуация вроде бы все люди при деле глаз как говорится замылился он перестал чувствовать что продавцы вместо коммерческой работы просто разговаривают с клиентами больше заносит в сторону поговорить и так далее ну и как следствие планы продаж в отделе не выполнялись не первый месяц не первый месяц я начинаю вникать и говорю своему дорогому ропу дружище мой давай сделаем так в конце дня ты подводишь итоги дня значит ты рисуешь фамилии в столбик своих сотрудников и в конце дня напротив каждой фамилии рисуешь символ да если продать получил отказ или согласие клиента ты рисуешь монетку это значит что ввелись коммерческие переговоры ты создаешь условия для продавцов которые они устраивают правильную коммерческую деятельность если никакого результата нет динамика состояния клиента не изменилась рисуешь напротив пустое ведро роп был сильно удивлен но я скажу так после этого разговора в этом отделе началась другая жизнь совсем каждый из продаванов нанес себе на предплечье татуировку нам нужно решение клиента любое и каждый наконец понял что все отказы клиента от сотрудничества они не критичны критичны клиенты которые динамят нас изо дня в день мы верим в то что они нам оплатят завтра в пятницу после 20 числа когда-нибудь делаем них ставку считаем их в планы продаж но это же время можно было потратить на новых потенциальных клиентов вот в чем дело сейчас чтобы понять как работают продаваны не халтурят ли они не надо рисовать никаких таблиц фамилий монеток пустых ведерок если друзья вы работаете с битрикс24 crm он делает все за вас начальник отдела продаж любой момент может посмотреть динамику и результаты своих подчиненных по каждой операции можно узнать затрачено на нее время отследить проблемные этапы настроить воронку продаж каждому менеджер crm рассчитывает показатели эффективности и составляет по ним сводный рейтинг а это все не только упрощает текущую работу повышает показатели продаж а на основе этих данных можно принимать верные правленческие решения корректировать работу сотрудника и всего отдела продаж ну и вообще все сбыта это удобно просто быстро а главное это эффективно как на краткосрочную перспективу друзья так и на долгосрочную у меня на сегодня все до встречи в следующем выпуске вы знаете мне всегда есть о чем рассказать